Он разбивал сердца первых красавиц, водил дружбу с мафиози и скандальными политиками. В возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный французский актёр Аллен Делон. В последние годы своей жизни его, мучившегося от рака и болезни Альцгеймера, окружали в основном скандалы. Наследники публично боролись друг с другом за имущество ещё живого артиста. Какие скелеты в шкафу прятало благородное семейство? Первую неизгладимую душевную травму Аллен Фабьен Морис Марсель Делон получил в три года после развода родителей, директора кинотеатра и сотрудницы аптеки. Вскоре мама связала жизнь с владельцем колбасной лавки, причём так увлеклась новыми отношениями и бизнесом, что передала сына на воспитание в приёмную семью. Его опекун служил тюремным охранником и часто делился с малышом деталями нелёгкой работы. Аллен утверждал позднее, что слышал в 1945 году залпы при расстреле коллаборантов во дворе каземата. Лишённый материнской заботы, мальчишка, как говорится, отбился от рук. Из-за хулиганских выходок его шесть раз выгоняли из пансионов, а в 14 лет он предпринял неудачную попытку сбежать в Чикаго. Тогда же Делон впервые попал под прицел кинокамеры, сыграв роль гангстера в любительской короткометражке «Похищение», поставленной отцом его друга. В возрасте 17 лет парень решил круто изменить свою жизнь и подписал контракт на службу в армии. Делон оказался в десантных войсках, которые дислоцировались в Индокитае. «Война сотворила со мной ужасное. Она убила во мне остатки иллюзий и клочки надежд. Там я навсегда перестал быть ребёнком. Я чувствовал себя мужчиной, хотя таковым тогда не являлся. Просто разыгрывал из себя мужчину с оружием. Даже в армии парень умудрялся встревать в неприятности, спорил с начальством, выпивал. А однажды угнал джип, чтобы наведаться к любовнице, жившей неподалёку, но потерял управление, врезался в дерево, сломал автомобиль и отправился на Гоуптвахту, где встретил 20-й день рождения. Тем не менее, он никогда не жалел о приобретённом горьком опыте. По его словам, служба помогла ему приблизиться к самому себе и научила нескольким вещам, очень пригодившимся в актёрской карьере. В 1956-м Делон решил переехать в Париж. Он находит себе работу официанта и параллельно посещает кинопробы, в надежде получить работу на съёмочной площадке. Однажды Делону удалось привлечь внимание Гарри Уилсона, менеджера из США, который работал у Джеймса Дина. Именно он предложил парню работу в Голливуде. Аллен уже начал собираться в дальнюю дорогу, но прислушался к мнению режиссёра Ива Аллегре, который убедил его остаться дома и строить карьеру в тандеме с французскими кинематографистами. После выхода в прокат триллера Рене Клеммана «На ярком солнце» и драмы Лукино-Висконти, Робко и его братья, он стал не только одним из самых популярных французских актёров, но и приобрёл известность за пределами страны. По оценке критиков, в этих лентах Делон раскрылся как тонкий и сложный драматический актёр. В 1962 году Делон снялся в драме Лукино-Висконти, Леопард с Бертом Ланкастером и Клаудией Кардинале. За эту роль в 1964 году он был номинирован на «Золотой глобус» как самый многообещающий молодой актёр. К слову, личная жизнь актёра была также насыщена, как и фильмография. С молодой австрийской актрисой Роми Шнайдер Делон познакомился на съёмках фильма «Кристина» в 1958 году. К тому времени Шнайдер была кинозвездой, а Делон неизвестным новичком. Через год Аллен и Роми по настоянию её родителей обручились. Но их свадьба так и не состоялась, хотя несколько лет они были вместе и считались одной из самых красивых пар европейского кино. Осенью 1963 года Шнайдер вылетела в Лос-Анджелес на съёмки своего первого голливудского фильма «Хороший сосед Сэм» с участием Джека Леммана. Карьера актрисы складывалась великолепно, но из газет Роми узнала о романе Делона с Натальей Бартелеми. Когда Шнайдер вернулась из США домой в Париж, Делон уже выехал из их общей квартиры и вскоре женился на Бартелеми. Шнайдер попыталась наложить на себя руки и долгое время отказывалась от работы. Умерла Роми в 1982 году. Магда Шнайдер, её мать, тогда говорила во многих интервью. Делон лил крокодиловые слёзы, называл её своей куколкой. Какая наглость! Ради своей карьеры он жертвовал Роме, хотел сделать из неё домохозяйку. И обманывал её со всеми юбками, которые попадались на его пути. Аллен Делон никогда не выступал с опровержениями, но однажды заметил, что так и не решился на брак с Роми, потому что не хотел сделать её несчастной. Аллен Делон и известная французская исполнительница Долида в 1973 году записали совместную песню. Долгие годы никто не знал, что между Долидой и Делоном было что-то большее, нежели профессиональные отношения. Но в 2011 году в своих мемуарах актёр рассказал, что в 50-х у них с певицей был роман. Тогда они были ещё оба никому неизвестные творческие молодые люди. С Долидой, которую на самом деле звали Иоландой Джильотти, Делон жил на одной улице в Париже, и именно там они и познакомились. Их любовная история была недолгой, но очень романтичной. Они были юны, полны жизни и планов на будущее. В своих мемуарах Аллен Делон отметил, что единственная вещь, о которой он жалеет в своей жизни, это то, что он так и не успел позвонить своей бывшей любимой женщине до того, как она наложила на себя руки весной 1987 года. Причиной её ухода было одиночество, с которым её тонкая творческая душа так и не смогла справиться. Натали Бартелеми стала первой и единственной официальной супругой Делона. «Мы познакомились в ночном клубе», – вспоминала Натали. «Внешне мы с ЛНом были немного похожи. Я ходила по клубам и говорила, «Вы не видели моего брата Аллена Делона». Потом в газетах появились наши снимки с подписью «Актёр нашёл сестру». Через два месяца после свадьбы, она состоялась 13 августа 1964 года, у пары родился сын Энтони. Аллен выглядел счастливым и растерянным одновременно, говорила в интервью Натали. Но стать хорошим отцом и мужем ему не удалось. Делон был романтиком и деспотом одновременно. Он мог выкинуть сотни франков за ужин в ресторане, а мог выговаривать за то, что кухарка подала холодный суп. Через пару месяцев после разрыва с Натали актёра увидели вместе с актрисой Мирией Дарк. Пара познакомилась в 1969 году на съёмках кинофильма «Джефф». Рабочие отношения постепенно перетекли в любовные. С французской актрисой режиссёр прожил больше 10 лет. В 1983 году влюблённые разошлись. Вскоре после разрыва Дарк попала в аварию, из-за которой чуть не умерла. В тот период Делон поддерживал свою экс-возлюбленную. Он навещал её в больнице и старался всячески поддерживать. В 1987 году Аллен Делон встретил Розали ван Дремен. Хотя пара прожила вместе 14 лет, кольца от актёра голландская модель так и не дождалась. В этих отношениях у них родилось двое детей – дочь Анушка и сын Аллен Фабьен. Долгие годы ходили слухи, что у Лена Делона роман с Бриджит Бардо. Однако в одном из интервью актёр говорил, что между ними лишь дружба. «Между мной и Бриджит Бардо никогда не происходило ничего, каким бы удивительным это ни казалось. На протяжении 65 лет у нас были самые лучшие дружеские отношения. Аллен Делон основал собственную киностудию, приобрёл шикарные поместья, у него были конюшни, яхты и богатейшая художественная галерея. Фабрики выпускали парфюм с его именем, диски с его песнями переиздаются с завидной регулярностью. Актёр создал свою империю, но в ней страдал от одиночества». Делон мечтал, чтобы его любили таким, какой он есть, а не видели вместо него тот образ, который был создан ещё лет 50 назад. В начале 2022 года Аллен Делон ошарашил поклонников, заявив, что хочет уйти из жизни добровольно, прибегнув к эвтаназии. Актёр проживал в Швейцарии, где эта процедура законна. В какой-то момент человек может уйти сам, по собственному желанию. Без больниц и уколов, а мирно и тихо. В мае того же года ряд СМИ сообщил, что Аллен осуществил свои намерения, но его пресс-секретарь это опроверг. 18 августа 2024 года Аллен Делон ушёл из жизни вследствие естественных причин. Его семья выступила с обращением, Аллен Фабьен, Анушко Энтони, а также собака Лубо с глубоким прискорбием сообщаем о кончине своего отца после тяжёлой болезни. Он мирно скончался в своём доме, в окружении своих троих детей и своей семьи. Секс-символ 60-х годов был известен своей любвеобильностью. Его постоянными партнёршами считаются пять женщин, однако точное их число никто не знает. У Делона трое детей, которых он официально признал. 59-летний Энтони от второй жены, актрисы Натали Бартелеми, а также 34-летняя дочь Анушко и 30-летний сын Аллен Фабьен от манекенщицы Розали Ван Бремен. Был у него и непризнанный наследник Кристиан Булон, умерший в прошлом году в возрасте 62-х лет. Ребёнка от актрисы Ника по большей части вырастили родители актёра, дав ему свою фамилию. Не исключено, что после смерти Аллена объявятся новые наследники. В январе 2024 года суд признал Делона частично недееспособным из-за его слов о желании сделать эвтаназию и болезни. Аллена поместили под усиленную опеку и запретили распоряжаться имуществом, доверив это право назначенному судом представителю, чьё имя неизвестно. Это сильно разозлило его детей. Отношения со старшим сыном у Делона не заладились. Энтони даже написал мемуары, в которых упоминал о равнодушии отца. После развода родителей, которые были слишком увлечены своей карьерой, Энтони не получал должного внимания, из-за этого он был достаточно проблемным ребёнком. Энтони писал, что отец вызывал в нем не тёплые чувства, а лишь страх. «Я всегда ужасно боялся отца. Я начинал его бояться, как едва просыпался. Я испытывал необъяснимый страх, когда он входил в комнату, когда мы сидели за столом, ехали в автомобиле», – рассказал он однажды в интервью в газете. Причиной ужаса он называл характер отца. По его мнению, Делон был властным и нетерпимым. Сын актёра вспоминал, как тот его запер в вольере с собаками в качестве воспитательной меры. Энтони утверждал, что ему всего лишь нужна была любовь родителей, а особенно отца, а количество проблем неуклонно росло. Из-за плохого поведения мальчика выгоняли из всех пансионов, куда его устраивал Делон. И каждый раз получал от отца затрещины и слова, чтобы тот убирался прочь. В 18 лет Энтони связался с дурной компанией. Его даже арестовали на незаконное ношение оружия и угон автомобиля. В 19 лет Делон-младший закрутил роман с любовницей отца, из-за чего отношения между родителем и сыном испортились ещё больше. Единственная дочь Делона родилась в 1990 году и была настоящей любимицей отца. Возможно, сказался возраст, в 55 лет Ален стал готов к отцовству и уделял много времени со своей дочкой. Также она единственная из наследников, кто не был замешан в скандальных историях, за которые Боделону приходилось краснеть. В 1994 году родился последний сын актёра Ален Фабьен. В подростковом возрасте Ален Фабьен пристрастился к лёгким веществам. В итоге мать сдала его в рехаб в Амстердаме. Потом Ален отсудил опеку над сыном и поселил его в своей квартире в Женеве. Позже сын совершил ужасный поступок, он чуть не убил человека. Во время вечеринки Ален Фабьен украл у отца пистолет, которым решил похвастаться перед приятелями. Ален Фабьен не умел обращаться с оружием. Он случайно выстрелил в девушку, которая оказалась тяжело ранена. Пуля вошла в живот и застряла в позвоночнике. Отец и сын оказались на скамье подсудимых. Один за нанесение увечий, другой за нарушение условий хранения оружия. Тюрьмы удалось избежать, но пришлось выплатить огромные штрафы. После скандала Делон-старший урезал сыну финансирование, и Алену Фабьену пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Борьба за наследство началась ещё в 2006 году, когда рядом со знаменитым актёром появилась 60-летняя сиделка – японка Хироми Роллин. Она настолько полюбилась Делону, что тот якобы начал поговаривать о свадьбе. В итоге дети через суд лишили её работы, выселили из поместья отца и обвинили в пропаже крупных сумм со счетов актёра. Избавившись от конкурентки, дети продолжили делить наследство ещё живого на тот момент актёра. Сын Энтони обвинил сестру Анушку в том, что та скрыла факт деменции у Алена. Якобы она узнала об этом ещё в 2019 году, когда у актёра случился инсульт. Сама же дочь утверждала, что её братья мешают лечению отца. Более того, Анушка пыталась убедить актёра переехать в Швейцарию. Все из-за местных законов, которые гласят, что человек с двойным гражданством, живущий во Франции более полугода, считается резидентом страны. А это значит, что государству после его смерти отойдёт 44% имущества, а вот в Швейцарии законы мягче. Общая стоимость его состояния оценивается в 245 миллионов евро. По последним данным, в завещании актёра говорится, что половина наследства должна отойти его дочери, а вторую половину должны поделить между собой сыновья Энтони и Ален Фабьен.